Добрый день! С вами Марина Волкова, Кошка Майя и рубрика «Люди. Книги. Города». Рубрика посвящена книгам, которые я привезла из автопробега «200 лет». Людям, которые произвели яркое, очень доброе впечатление в этом автопробеге и о местах, городах, связанных с книгами и с людьми. Первый город – город Белинский. И первый человек, который нас встретил в этом городе – Любовь Михайловна Руднева, сотрудник музея-усадьбы Виссариона Григорьевича Белинского. Она нас встретила буквально в кассе, с первого взгляда опознала, кто мы такие и для чего приехали, и тут же принялась рассказывать о визите в Чимбар, так назывался Белинский до 1948 года, императора Николая I. И рассказывала так, будто этот визит состоялся только вчера. Вот-вот уехал Николай Павлович, а тут сразу вслед за ним появились мы. Мы сначала даже растерялись, искренне в это поверили, но потом все-таки вспомнили, были мы усилием, что мы-то приехали к Белинскому и пошли по трем музеям, которые находятся вот на этом музее-усадьбе Белинского. Это школа, в которой несколько лет проучился маленький Виссарион, это, собственно, дом-усадьба Белинского, и это литературный музей, где собрано огромное количество книг самого Виссариона Григорьевича и книг о нем. Потрясающая, великолепная библиотека. Границ внутренних между этими тремя музеями нет, и складывается очень странное впечатление, будто Белинский ходил в школу на собственной территории. Вообще Белинский очень странный город. Эта странность не только в том, что вот такая вот усадьба здесь, не имеющая границ, но сам город тоже, кажется, не имеет временных границ. Время в нем застыло, и ощущается совершенно материальной какой-то странной субстанцией. И пространство тоже какое-то необыкновенное. Я решила подарить книге, растрогавшись прекрасной речью Любовь Михайловны. Мы вышли с ней с усадьбы к машине, точнее к месту, где по моим предположениям должна стоять была машина, и вдруг оказались на совершенно другой улице. Это была фантастика. Конечно, мы вышли просто из другой калитки, но тем не менее вот эта вот смена пространства оказалась необыкновенной. Даже сам Владимир Ильич Ленин тут находится не на центральной площади, а скромно сидит в парке, скверике перед библиотекой. Боже мой, какая библиотека! Посмотрите на картинке. Ну где вы такое еще видели? Только здесь. А вот на площади, или точнее на месте, где вообще сплошная площадь, стоит Виссарион Григорьевич, тоже весьма скромно. А почему площадь? Потому что, собственно, границы между дорогой, обочиной и тротуаром здесь тоже размыты. Немногочисленные машины ездят где хотят. Наверное, так же ходят и немногочисленные прохожие. И вот это полное ощущение, что вот тебя тут именно и ждали. И знали, что ты придешь. Заходим в кафе. Нас будто ждали. Моментально накормили вкуснейшей едой за совершенные копейки. Ощущение, что со времен Советского Союза цены остались те же самые. Но и даже после того, как мы уехали из Белинского, чудеса продолжались. Мы поехали в город Паим. Он находится недалеко от Белинского. Я в интернете нашла фотографии милых домиков, которые находятся в этом городке. И здесь навигатор с нами стал играть злые шутки. Сначала мы заехали и поехали не туда. Потом, рассердившись на навигатор и включив собственные мозги, мы все-таки добрались до Паима. Но и здесь, поддавшись навигатору, заехали в такие дебри, что еле выбрались. Наконец, местные жители, удивленно на нас посмотрели, какие такие красивые дома мы тут ищем. И все, вот тут нет. Но мы все-таки их нашли. Вот вы фотографии видите. А почему странность? Да потому что вот в этой книге, в том числе, описано, как одна, во время того времени, когда Николай I лечил свою сломанную ключицу в Чембаре, к нему пришла делегация чембарских купцов с просьбой закрыть ярмарку в Паиме. Это город-конкурент. Была ярмарка в Чембаре, была в Паиме, но, конечно, Николай I рассердился, обозвал это глупостью и выгнал купцов. Но между городами вот такая мистическая конкуренция существует и до сих пор. Вот такой город Белинский, который носил имя Чембара, и в котором, похоже, именно визит императора стал главным событием всей жизни Чембара. А вот Белинского вроде бы городок-то и не очень заметил. Внутри этого Белинского музея-всадьбы, это своеобразный заповедник, это портал совершенно в другую отрасль, отрасль литературы. С вами Марина Волкова и рубрика «Люди, книги, города». Сегодня в рубрике «Белинский» и главный человек для меня теперь в этом городе – Любовь Михайловна Руднева, научный сотрудник музея-всадьбы Васильёна Григорьевича Белинского. Это она нас встретила, она нам много интересного рассказала и, самое главное, порадовала необыкновенно ярким и чистым русским языком. Поэтому слушайте, наслаждайтесь и смотрите на фотографии музея-всадьбы и Любовь Михайловна Рудневой, которая родилась в Белинском, закончила гимназию имени Белинского, педучилище имени Белинского, институт имени Белинского, является сотрудником музея-всадьбы имени Белинского, который находится, вот здесь вы не угадали, не на улице Белинского, а на улице Белинская. Почему так? Об этом Любовь Михайловна вам тоже рассказала, но не в этом аудио. Приезжайте в Белинский, и она повторит вам свой рассказ. Руднева Любовь Михайловна, сотрудник музея-всадьбы Васильёна Григорьевича Белинского, город Белинский. Любовь Михайловна, для чего детям в школе надо читать Белинского в наши дни? Белинский тот человек, который поможет открыть и детям, и взрослым, и писателям, и поэтам мир в русскую литературу. Белинский умеет организовать своё произведение так, что, читая его, вам захочется обратиться к творчеству Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского. Виссариан Григорьевич своей задачей видел популяризацию русской литературы. Он безумно был влюблён в Россию. «Верю в великую будущность России», – писал он в своё время. Он мечтал о том, что когда-то Россия станет во главе передового мира. И немалую долю в этом он видел в заслугах литературы. «Только читающий человек может быть православным, просвещённым, образованным и вести за собой к лучшему, к будущему, в которое верят каждый, наверное, из нас». Но я вот, к сожалению, знаю, что среди наших читателей есть те, кто вообще Белинского не читал. В лучшем случае слышал фамилию или одну-две цитаты. С чего таким людям начать читать Виссариан Григорьевич? С какого произведения? – Наверное, со статьей Белинского о Пушкине. Я думаю, что с произведениями Александра Сергеевича знакомы все. Поэтому анализ этих произведений, разбор построчный иногда, разбор впечатлений будет полезен и понятен для каждого человека. Перечитывая в своё время статьи Белинского о Пушкине, Лев Николаевич Толстой на страницах своего дневника записал «Я, Толстой, только теперь понял Пушкина». Так что, думаю, вот с этих статей стоит начать каждому изучение творчества Белинского, помни о том, что это будет не так просто, как кажется. – Спасибо, Любовь Михайловна. И для читателей радио «Южный Урал. Россия» еще, пожалуйста, какой-нибудь эксклюзивный факт из жизни Белинского или из жизни этой усадьбы. Виссарион Григорьевич Белинский, на мой взгляд, был величайшим, гениальным критиком и критический жанр в литературе поднял на небывалую до того времени высоту. Но человеком он был очень робким, скромным в быту, часто смущался от, казалось бы, простых вещей, но при этом чувствительным необыкновенно. Само имя Виссарион переводится как «лесной человек». И любовь к растениям у Белинского действительно была в крови. Один из приятелей Белинского рассказывал историю о том, как однажды он шел в гости к критику. Виссарион в то время снимал квартиру, каких бывало много, маленьких, на чердаках. Помните, в произведении Достоевского Родион Романович живет вот в такой комнатке. В похожей жил и Белинский. Приятель спешит навстречу к Виссариону Григорьевичу и по дороге встречает под воду с розами. Он удивляется, думает, наверное, какой-то богатый человек для своей возлюбленной, быть может, сделал такой шикарный подарок. И каково же было удивление этого приятеля, когда, открыв двери в комнату Виссариона, он увидел все эти розы у него. Удивился безмерно, потому что знал, насколько бедно, насколько стесненно живет Виссарион Григорьевич. А критик пояснил, не смог удержаться. Увидел прекрасные розы и потратил все имеющиеся деньги только для того, чтобы почувствовать эту красоту рядом. Спасибо, Любовь Михайловна. На территории усадьбы Любовь Михайловна показала нам клумбу с розами. Наверное, такими, которые высадил отец Виссариона. Мы пожелаем читателям, во-первых, читайте вместе, и пусть у вас всегда тоже будут розы. С вами Марина Волкова и рубрика «Люди. Книги. Города», посвященная книжным итогам автопробега 200 фет. Вот такую книгу «Как провинциальный Чимбар был столицей Российской империи» я привезла из города Чимбар. Любовь Михайловна Руднева, о которой я говорила, причастна к этой книге на рецензент. А редактор-составитель Гришаков Вячеслав Геннадьевич, кандидат исторических наук, автор одной из статей этой книги. Как вы догадались, эта книга посвящена невольному визиту, точнее, визит-то был запланированный, а вот двухнедельное пребывание в Чимбаре Николая Первого было не запланировано. Случилась неприятность, ДТП, как сейчас говорят. За пять верст до Чимбара карета с Николаем Первым опрокинулась, он сломал ключицу, и, соответственно, вынужден был пребывать две недели в Чимбаре, что стало таким, наверное, главным поводом для разговоров в этом городке на долгие даже не десятилетия, а получается уже столетия, поскольку событие произошло в 1836 году. Мне эта книга интересна не из-за Николая Первого не события. Я просто очень люблю книги местных краеведов, независимо от событий и мест, где они написаны. Потому что в этих книгах, во-первых, всегда концентрация любви к месту, к жизни, стремление построить эту жизнь, обустроить ее мифами, фактами, собственными сочинениями, сделать, скажем так, это место пригодным для жизни, пригодным для разговоров, если хотите, размышлений. Во-вторых, вот этот язык местных краеведов не всегда гладкий, не всегда точный, иногда исторически безграмотный, но он всегда дает представление, прежде всего, о России, настоящей и будущей, да и не только России. Сегодняшние события в Беларуси и будущей Беларуси. Просто понять, если читаешь вот такие книги. В них тот народ, которого нет ни в Фейсбуке, ни в головах у политиков, ни на страницах СМИ и где-то еще. Здесь настоящее, но и в этом настоящем наше будущее. Несмотря на то, что события это давно прошедших лет. Момент первый. И как литература побеждает жизнь. Главный, конечно, свидетель, основной очевидец, непосредственный участник этого события, это Александр Христофорович Беккендорф. Его записки были впервые обубликованы спустя 21 год после его смерти. Сам Николай I во время этой аварии вел себя очень достойным. Во-первых, он позаботился, прежде всего, о кучере и коммердинере, которые получили большие травмы, более того, были без сознания. Сам он дошел пешком, сначала написал письмо императрице на четырех страницах, и только после этого позволил врачу осмотреть себя. Но здесь, в этой книге, вот это достойное поведение и, в принципе, вызывающее сочувствие, две недели сидеть без действия, и, недолечившись, врач советовал как минимум три недели быть неподвижным. Есть еще версия, что он сломал не только ключицу, но и ребро. Я по себе знаю, какая-то неприятность. Так вот, он спустя две недели готов был бежать из Чимбара и уехал, несмотря на рекомендации врача. Вот здесь эта вот ситуация возникает сначала сочувственная, а потом превращается, по сути, в фарс. Впервые в статье Дворянова Федора Михайловича упоминается слово «ревизор» как аналогия с Гуглевским ревизором. Кстати, это была публикация 1848 года. Именно в этом году Чимбар переименовали в Белинский. А вот в 15-м году Елена Наумова и Никита Шевцов публикуют в газете «Труд» статью «Ревизор по неволе». Вот так литература побеждает жизнь. Хотя, конечно, ревизоровский сюжет весьма далек от реального случая. Если только брать отдельный призвод подготовки к этому приезду, но не более того. Конечно, это такая вот натяжка. Клише литературная победила историю. И вещь, которая, конечно, любопытна вот самой этой истории, это не сколько описание самого царя, сколько описание провинциального городка, его жизни, устройства и так далее. Может быть, вы видели великолепный фильм «Облако рай», когда молодой человек, герой этого фильма, нечаянно совершенно проговорился, что он уезжает из городка. И все ухватились за эту вещь, потому что хоть что-то происходит. Вот это вот хоть что-то, пускай, происходит, изменится, конечно, здесь главный лейтмотив. Хоть что-нибудь, но чтобы было. Вот такая вот книжка, которую я держу в руках. Я надеюсь, что и Любовь Михайловна, и, соответственно, главный составитель этой книги, Гришаков Вячеслав Геннадьевич, продолжит эту тему не только про Николая Первого, а про провинциальный Чембар, каким он был, и Белинский, каким он стал сейчас. И мы увидим не только эту книгу. Субтитры создавал DimaTorzok